Теперь давайте конкретно обсудим по дверям Теперь будет считаться, что это у нас передняя стенка и в нее нужно вварить дверь Как видите, у меня здесь предложено два размера дверей Так как у меня на предприятии производятся дверки для разных печей разной мощности Поэтому я могу выбрать, какую дверь поставить Но вы должны выбрать для себя, какая правильная у вас должна дверь Потому что проходное у них отверстие не такое большое, как кажется внешне Даже у этой двери И смотря как вы будете топить, как вам будет удобно Сейчас я вам поясню Если вы такую дверь установите на эту печку Здесь у нас просто полуфубрикат, еще не готовый Потом подработают парни прежде чем ставить А допустим, мы ставим дверку вот так Она должна ставиться вот так, в максимальной нижней части Ну там 3-4 сантиметра от низу, чтобы у вас был бортик для золы Не более того Если вы поставите дверцу маленькую, вот такую, то значит при разжигании вашей печи У вас не будет много дыма выходить изо рта печи внутрь вашей бани и при потопке так же А если вы поставите вот такую печь, вот такую дверь на печь, которая помыше Да еще для удобства пользования вставите вот так ее посередине Как многие делают неправильно Да еще если снизу вот здесь вот пролежете кучу дырок Ну мне многие говорят, не говори слово дырка А тех, кто здесь вот проделать вот это, вот это у них это именно и есть дырки Значит, вот так вот, вот так приваривать дверь абсолютно неверно Она должна быть приварена максимально нижней, максимально нижней своей части Но заметьте, она все-таки уже выше, насколько и вот, вот этот вот, вот это вот расстояние Оно уже повлияет на выход дыма из вашей печи при растопке, либо в подтопке Дверь должна быть невысокая Но в то же время, вот у этой двери тоже размер получается проходной Не так велик, ну вы же не топите шпалами, правильно? И таким образом, вот какую дверь выбрать, тоже играет большое значение Также вот эти вот узлы регулировки подачи воздуха Нужно смотреть так, чтобы они были у вас более-менее нормальных пределов Вот у меня, видите, вот 80-й у меня отвод, 89-й И вот это получается тоже самое, вот у меня вот узел регулировки подачи воздуха Вот такой же получается А если вы сделаете узел подачи воздуха больше размером, то регулировать становится крайне сложно Можно даже немножко меньше сделать диаметром узел подачи воздуха Просто тут большие будут шаги, вот эти три регулировки Теперь несколько слов о ребрах теплоотдачи Все понимают, что печь будет отдавать тепла значительно больше Если больший объем воздуха об нее согреется Если мы с вами предположим, что у нас передняя стенка То и такой квадратный печь у нас из такого ящика И у вас нету покупной полосы Вы можете нарезать из любого металла полосы Могут быть они и вот такой ширины, и 5-сантиметровые Эти полосы нарезаете, значит, вот по такой вот длине Отрезаете и привариваете Вот от угла с шагом в 5 сантиметров привариваете первую полосу А следующую полосу уже привариваете к вашей печи с таким расстоянием Чтобы полторы ширины вашей полосы будет шаг между вашими вот этими приваренными сюда полосами Еще раз повторю, полторы ширины полосы и будет шаг между приваренными полосами Привариваете полосы эти вот так вот по бокам А с задней части также Также не надо обходить своим вниманием переднюю стенку Вот такие короткие полосы На двери оставляете 2 сантиметра зазор И вот такими вот полосами можете здесь полосы закруглить Чтобы не поцарапаться о них И вот так вот с этой стороны тоже можете с таким же шагом Но начиная уже от центра, чтобы более-менее симметрично Приварить такие полосы Спереди, а сзади уже как вы будете их варить Тоже абсолютно не важно Вот воюне дымохода, где у нас будет вот Если у нас здесь спереди будет каменка А сзади будет вот здесь у нас дымоход И зона, которая у нас очень рискует прогореть То с задней части я рекомендую полосы отрезать уже по высоте каменки Чтобы они вот так вот выступали над поверхностью печи Уже вот такой, чтобы две полосы у вас были приварены по высоте каменки Вот так были приварены И также полосы, которые у вас привариваются сзади Если они не мешают, не касаются дымохода Справа и слева дымохода Они также должны быть приварены по высоте вот этого короба каменки Вот эти полосы Что значительно усилит теплоотдачу вашей печи Повысив ее общую площадь теплоотдачи вдвое Что будет равно тому, что ваша печь не вот такая, как у нас 40 на 40 и на 60, к примеру А можно считать, что ваша печь уже будет фактически метр на метр и на метр Потому что все вот эти полосы теплоотдачи Они будут максимально отдавать тепло вашей бане От самого низа пола вашей печи Вот воздух остывший будет прогреваться и уходить наверх И в таком случае подобная печь прогорать совершенно не будет Также при установке вот этой вот шторки Которую мы сказали с вами вот тут Перед дымоходом Вот этой шторки Вот сюда Также можно вот из подобного же железа Приварить две полосы железа внутрь обращенные Чтобы они не доходили до передней стенки И до задней шторки Вот эти две полосы железа, чтобы они у вас уходили Снутри были приварены И также две были приварены сверху Либо вы можете прорезать вот так вот щели И вставить сюда полосы вот такой вот ширины насквозь Чтобы они вот эти ребро теплоотдачи Чтобы оно уходило у вас в пламя И также будет проварены со всех сторон Вот эти вот ребра Они будут у вас и в огне находиться одной стороной А другой стороной А другим краем будут находиться между камней Что также усилит теплоотдачу на ваши камни Вот такие вот дополнения Значит печь не на какие ноги ставить Ставить не нужно Она у вас может конечно быть просто Лежать на том полу, на котором она у вас находится На бетонном, на кирпичном Но если вы хотите, можете на нее установить какие-то уголочки Но надо, чтобы вот эти уголочки были у вас приварены по углам А ни в коем случае не гнищу Потому что во время прогрева Печь имеет деформацию Углы деформации не имеют И у вас все это может шевелиться И таким образом раскачивать Ваш дымоход будет туда-сюда ходить Вот основные значит принципы Если вы не поставите узел регулировки воздуха А просто в дверь А просто под дверью у вас будут отверстия То печь у вас не будет регулироваться по тяге И будет стремиться к прогоранию Мы с вами рассмотрели печь модель Hotmaster 9 Она была скомпонована под использование вместе с самоварными баками То есть если такую печь поставить в вертикальное положение Ее сделать, скомпоновать То использование с самоварными баками не так удобно Потому что не каждая женщина на такой высоте Сможет наполнять самоварный бак водой Холодной для того, чтобы она в ней потом согревалась И приходится возиться ковшиком Если вы будете следовать нашим советам Советам умных людей То все будет хорошо Спасибо за внимание Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok